в эту страну на несколько бантустанов или племенных государственных объединений, во главе которой будут стоять покорные племенные вожди и таким образом сохранить в новой форме старую зависимость от притории. Причем проделать эту операцию предполагается лишь к концу 1978 года. И, наконец, в самой ЮАР премьер Форст заявил, что он готов встретиться с африканскими руководителями, чтобы обсудить их неполитические требования, такие как, например, повышение зарплаты, об улучшении жилищных условий. Но введение системы «один человек, один голос» совершенно исключается, подчеркнул он. Вот и все уступки, так называемые, на которые готовы пойти российские правители. Выглядят они, естественно, как подачки и не могут удовлетворить законные требования африканского большинства Южной Африки. И даже западные журналисты признают сейчас, что в Африке к миссии Киссинджера относятся скептически и даже с большим недоверием и подозрением. А сейчас мы хотим предложить вам репортаж из страны, которая довольно редко появляется на наших экранах. На днях в Голландии побывал наш корреспондент Эдуард Мнацаканов. Это пока что игрушечная Голландия, расположенная здесь под Гаагой. Но и она, эта игрушечная, красивая страна, дает представление обо всей стране, о всей Голландии, о ее красотах, о ее своеобразных архитектурных особенностях. Здесь, в этом миниатюрном городке под экзотическим названием Мадурадам, королевские дворцы и башни, старинные ветряные мельницы, бесчисленные каналы, шлюзы и дамбы, спасающие Голландию от ежедневного натиска Северного моря. Ведь Голландия – единственная, пожалуй, страна в мире, территория которой по большей части расположена ниже уровня моря. В Мадурадаме, кстати, как нам сказали это слово, пришло сюда из бывшей голландской колонии Суринама, всегда полно детей. Для них это первое знакомство со своей живописной страной. Ну, а мы давайте покинем Голландию детскую и ознакомимся с настоящей взрослой Голландией. Шоссе ведет на Амстердам. По дороге свернули в город Заандам, своей славой, обязанной русскому царю Петру Первому. Вот его памятник. Здесь он еще юноша, впервые прибывший сюда под именем Петра Михайлова в 1697 году, чтобы научиться искусству судостроения. А здесь он жил. Еще в прошлом веке деревянный домик обнесли каменной постройкой. Но это, к сожалению, не спасает его от постепенного разрушения. Музею Петра Великого сейчас почти 300 лет. Амстердам Амстердам – это, конечно, первый среди всех голландских городов. Королевский двор, парламент, правительство – и все это в Гааге. А столицей страны все равно остается Амстердам. Его недаром называют Северной Венецией. В городе на реке Амстерль около 800 каналов и почти столько же мостов. Красивый, оживленный город. Но и он ощущает сегодня холодное дыхание экономического кризиса. Десятки тысяч амстердамцев ходят без работы. Неудержимо растут цены. Промышленное производство топчется на месте. Голландия – член НАТО и общего рынка. И это определяет ее внешнеполитический курс. Только что отшумел скандал, связанный с закупками американских издевителей Starfighter. Несмотря на сопротивление парламента, продолжается гонка вооружений. Однако европейская разрядка пробивает себе дорогу и здесь. Вы видите состоявшуюся на днях демонстрацию сторонников мира трех стран. Голландии, Бельгии и ФРГ. Ее участники приняли резолюцию, в которой призывают правительство своих стран предпринять конкретные шаги к прекращению гонки вооружений, к осуществлению решений Общеевропейского совещания в Хельсинки. С большим подъемом было принято заявление о поддержке второго Стокгольмского воззвания. Мы не могли покинуть Амстердам, не побывав и в его знаменитой гавани. На одном из причалов как раз разрушалось голландское судно с лесоматериалами из Архангельска. Мы должны торопиться, сказал руководитель разгружечных работ Петер Гроуд. Советский лес ждут во многих районах нашей страны. Здесь немаловажные значения придают расширению экономического сотрудничества с социалистическими государствами. Немало предприятий работает по советским заказам. Они поставляют нам суда, компрессоры, оборудование для пищевой промышленности, химические и продовольственные товары. В свою очередь, большой популярностью в Голландии пользуются советские товары. Вот в этом зале расположены советские машины и станки, которые Голландия закупает у нас в нашей советской стране. Об этих станках рассказывает технический директор фирмы «Штемах» господин Кастеляйн. Это советские шлифовальные, токарные, петельные станки, которые пользуются у нас широким спросом. Мы получаем эти машины из Москвы, Одессы, Вильбуса, Ленинграда, Киева. Недавно я сам был в вашей стране и посетил некоторые заводы. Я передал рабочим нашу благодарность за прекрасные станки, которыми наши клиенты в Голландии очень довольны. А это уже другая голландская фирма «Пея Брустрак», расположенная недалеко от старинного города Утрехт. Она закупает у нас сельскохозяйственную технику, в том числе минские тракторы «Беларусь». Господин Тон Беев, коммерческий директор фирмы «Заводит». Крестьяне получают замечательные, мощные, надежные и недорогие машины, говорит он. На полях Голландии уже работают более тысячи тракторов «Беларусь» семи различных типов. Это очень хорошие машины. А каковы перспективы? И перспективы хорошие. Мы и дальше надеемся развивать экономическое сотрудничество с Советским Союзом, дружеские связи с советским народом. Мы оптимистически смотрим в будущее. Вы оптимисты? Да, я оптимист. Спасибо. Возвратимся к текущим событиям этой недели. Африканская челночная дипломатия государственного секретаря США на неволе напоминает о предыдущей его миссии на Ближнем Востоке, увенчавшейся Синайским соглашением о разъединении египетских и израильских войск. Соглашением, которое, как вы знаете, не решило проблемы оккупированных арабских земель и не устранило причины новых возможных конфликтов. Об этом напомнил на днях, кстати, никто иной, как начальник генерального штаба вооруженных сил Израиля Мардыхай Гур. Генерал Гур, выступая по израильскому радио, с солдатской прямотой заявил, что ливанский кризис вызван Синайским соглашением. Конфликт в Ливане, продолжил генерал, обеспечил нам значительную передышку на Северном фронте и дал возможность больше сосредоточиться на приготовлениях к широкой войне. Откровение израильского генерала лишний раз подтверждает тот факт, что междоусобица в Ливане ослабляет позиции всех арабских стран. Похоже, что это стали лучше понимать во многих арабских столицах. В Ливане на этой неделе продолжались вооруженные столкновения. В самом Бейруте бои велись вдоль так называемой «зеленой линии», разделяющей правохристианские и национально-патриотические силы. Самые ожесточенные стычки происходили в горном районе к северо-востоку от Бейрута, где использовались ракеты и бронемашины. И все же в целом в последние дни наблюдался определенный спад интенсивности боевых действий. Как считают обозреватели, политические круги как в самом Ливане, так и в других заинтересованных арабских странах стремятся использовать предстоящее 23 сентября вступление на пост президента Ливана Саркиса для заключения прочного перемирия и начала процесса политического регулирования затянувшегося кризиса. На этой неделе происходили активные контакты между лидерами различных группировок в самом Ливане, а также визиты ливанских деятелей в арабские страны. Саркис обсуждал с уходящим президентом Франжье вопросы, связанные с передачей власти. Франжье ведет переговоры, но в то же время он больше печется о том, чтобы накануне прихода к власти Саркиса упрочить позиции правохристианских сил в правительстве. В результате его действий в руках правого политического деятеля Шамуна оказались сейчас посты министров иностранных дел, обороны и внутренних дел. Этот шаг Франжье, который он даже не согласовал с премьер-министром Карамы, может вызвать новые противоречия между противоборствующими сторонами в Ливане. Наша следующая страница – Франция. Простые люди здесь все глубже осознают какое-то великое завоевание – Европа без войны, Европа мира и сотрудничества. Памяти советских людей, отдавших свои жизни сейчас в мирное время во Франции во имя дружбы и сотрудничества, посвящает репортаж наш парижский корреспондент Георгий Зубков. Этот маленький городок Леров лежит на юге Франции. Живет в нем всего две тысячи человек, и здесь редко встретишь на улице прохожих. Городок ничем не примечателен, ничем не выделяется среди подобных ему селений Прованса, где крестьяне выращивают виноград и готовят вино. Теперь у дороги, ведущей в Леров из Марселя, стоит память. Два высоких бетонных пилона, внутри вырезанных языками пламени. Огонь. Он символ тех губительных лесных пожаров, которые так часто возникают на юге Франции. Огонь. В этом памятнике он символ пламенного сердца отданного людям. Думал ли о том, что рискую? Думал. Но больше думал о другом. Опасность должна быть устранена. Так сказал однажды Юрий Александрович Горнаев. Это было смыслом, целью всей его летной жизни. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель нашей страны Горнаев освоил 120 типов летательных аппаратов. Горнаев демонстрировал достижения советской авиации в Америке. В Египте обучал молодых пилотов. В Швейцарии устанавливал высоковольтные опоры в горах. Во Франции тушил лесные пожары. Советский вертолет Ми-6 вылетал по нескольку раз в день в самое пекло пожаров. Свои 12 тонн воды он выбрасывал на огонь с прицельной точностью. На юг Франции экипаж вертолета с командиром Горнаевым отправился прямо с парижского авиационного салона. В профессии испытателя фатальность ни при чем. Здесь слишком высок процент аварийных случайностей. Отушение лесных пожаров было продолжением испытательных полетов. Вертолет для такой цели использовался впервые. В тот день, 9 лет назад, 6 августа 1967 года, в долине Жуан так же неистово дул Мистраль. Порыв ветра огромной силы бросил вертолет на скалы. Они погибли вместе, советские и французские авиаторы. Юрий Горнаев, Юрий Петр, Владимир Иванов, Арнольд Чулков, Сергей Бугаенко, Жан Сандос, Борис Столяров, Владимир Молчанов, Владимир Тепфер. Пусть этот памятник будет вечным символом дружбы советского и французского народов, залогом их верности идеалам мира. Об этом говорилось в речах на церемонии открытия памятника. На церемонию во Францию были приглашены супруга Горнаева, Александра Семеновна и сын Саша. «Пусть дети наши будут такими же верными интернациональному долгу, как Горнаев». Под этим девизом прошла встреча в советской школе в Париже, пионерской дружине которой присвоено имя героя Советского Союза Юрия Горнаева. Вот истории и последние события, связанные с нею, о которых хотелось вам рассказать. Добавим в заключение, что не сразу и не просто на французской земле был открыт памятник советским авиаторам. Для этого понадобились инициатива, настойчивость муниципалитета города Леров во главе с мэром Этьеном Матьё, местной организацией общества Франция СССР, коммунистов департамента Буш-Дюрон. Не всем во Франции угодно благоприятное развитие советско-французских отношений. Существуют и действуют силы, мешающие процессу углубления наших связей, постоянно ведущие антисоветскую кампанию. Тем знаменательнее и значимее становится факт сооружения и открытия в неприметном городке на юге Франции памятника советским людям, отдавшим в мирное время своей жизни во имя бескорыстного сотрудничества. Через несколько дней в Португалии начнется праздник газеты португальских коммунистов «Аванты». Впервые после свержения фашистов, фашистской диктатуры, столь широко по всей стране будут отмечать день газеты португальских коммунистов. И сегодня мы хотим рассказать вам о ней. Среди сотен газет, еженедельников, журналов и других изданий мировой коммунистической печати «Аванты» является обладателем своеобразного и уникального рекорда. Это единственная газета в мире, история которой насчитывает 43 года подполья. 43 года, почти полвека, в сложнейших условиях фашистской диктатуры. Что же бы могло этой газете выстоять и победить, несмотря на настойчивые, постоянные, ожесточенные репрессии и преследования? Об этом мы просили рассказать главной редактор «Аванты» товарища Антонио Диэш-Лоренс. Таня Бонаги, Марада. Чтобы понять, почему наша газета сумела выставить в этой борьбе, следует прежде всего учесть, что португальские коммунисты прошли долгую и суровую школу борьбы против фашизма. Они вынуждены были бороться против изощренной и опытной фашистской полиции, постоянно находя все новые и новые формы сопротивления, защиты партии в целом и партийной газеты в частности. Естественно, наш успех объясняется также и теснейшей связью коммунистической партии с народными массами. Вероятно, полиция не давала вам ни дня, ни минуты покоя. Да, фашистская полиция считала розыск нашей типографии одной из своих важнейших задач. Мы знали, например, что в последние годы даже стали применять специальную электронную аппаратуру подслушивания, чтобы обнаружить типографии. Сколько же все-таки типографий фашистам удалось обнаружить за последние, скажем, 20-25 лет? С 1942 года полиция смогла раскрыть только четыре типографии. Ирина Санкт-Петербург, Дима Санкт-Петербург, Продолжение следует...